Здравствуйте, друзья! Сегодня давайте поговорим о такой очень важной и полезной теме, как перефразирование. Этот вопрос, эта тема применима в первую очередь к нашему говорению на английском, также она применима и к письму, но в первую очередь к говорению, и она поможет вам сделать вашу английскую речь более красивой, более насыщенной. Если речь идет о тестах, то заработать намного более высокий балл на любом тесте, TOEFL, IELTS, любой тест. Что же это такое за перефразирование и как его применять? Это перефразинг. Смотрите, друзья, все очень просто, однако этот прием поможет вам очень-очень-очень повысить свой балл на тесте. Либо я повторяюсь, но чтобы заинтересовать вас немного, чтобы вы прислушались внимательно, что-то такое, как это делать, как это практиковать и что оно вам может принести. Смотрите, когда мы разговариваем на английском, то у абсолютного большинства из нас, так как мы не языконосители, все равно происходит процесс, допустим, перевода. Мало того, что перевода, так еще и постоянных затруднений. Например, если мы задеваем какую-то тему, где разные предметы, явления и так далее, мы не знаем с вами столько слов, сколько знают ли эти языконосители. И у нас часто вызывают затруднения, мы как бы сбиваемся, либо замолкаем, пытаемся подобрать подходящее слово в данной ситуации или подходящую фразу. Естественно, что это сразу же показывает, что наш словарный запас ограничен. Если это на тестах, то и ограничен. И вот эта пауза, значит, мы подбираем слова, значит, мы не владеем английским, ну и так далее, и так далее, со всеми вытекающими оттуда последствиями. Смотрите, ну ведь, если подумать, как же сделать так, чтобы я никогда не останавливался? Да, возможно ли это? Да, возможно. И не только не останавливались, а также ни на секундочку не замедлялись. Прочувствуйте момент, когда вы разговариваете о чем-то, через определенные промежутки времени, допустим, через буквально пару секунд, вы приближаетесь к тому месту, где у вас может возникнуть затруднение. Например, вас спросил кто-то, давайте возьмем тест. Даже если вам не нужно сдавать тест, ну, ситуации общения, они практически там одинаковые. Вам кто-то задал вопрос, да, вот, и вам нужно ответить. Итак, на тесте вас спросил экзаменатор на собседовании, «Расскажите мне, пожалуйста, когда вы последний раз плавали на яхте, например». Вы начинаете говорить, что я там плавал на яхте не так давно, или вообще никогда не плавал и так далее. И вам хочется сказать что-то об этой яхте, тем более, если разговор об этом зашел, вы подходите к что-то техническое, например. Такие слова, как палуба, мачта, какие-то там ступеньки и так далее. И вот вы приближаетесь к этому моменту, с одной стороны вас туда уже несет, потому что вы автоматически хотите сказать правду, как бы то, что в вашей жизни происходит. И одновременно мозг начинает чувствовать, что сейчас будет проблема, потому что вы не помните этих слов или не знаете. Палубы, яхты, мачты, колеса, гусеницы и так далее. Как здесь поступить, как сделать так, чтобы не было абсолютно заметно того, что у вас там есть проблемы. Итак, вот это великое искусство перефразирования. Вы обязательно почувствуете, когда вы приближаетесь к тому месту, где у вас может произойти проблема. Даже хоть вы одновременно и говорите, мозг одновременно еще один поток информации обрабатывает. Вот он чувствует, что сейчас, так, я сейчас, через там 2 секунды скажу предложение о мачте, да, я забыл, как будет эта мачта, елки, что делать? Элементарно мы берем и выбрасываем как бы мачту, не будем говорить о ней, и не просто делаем паузу, думая, о чем нам сказать дальше, сразу же говорим о чем-то другом, абсолютно другом. То есть обходим, либо заменяем другой фразой со знакомым нам словом, пусть оно будет простое, пусть вы вместо двух каких-то сложных слов употребите 5 маленьких, но быстрой слыбкой никто не заметит, что у вас там была проблема. А если вы действительно вот так подойдете вплотную к этому моменту, что вы сейчас будете говорить и оставите как бы эти два слова, захотите их сказать и раз, у вас будет пауза. Более того, если это касается экзаменов, для чего-то у вас может начаться истерика, как бы ступор и так далее, это отнимет баллы. Если в ежедневном общении, то истерика, конечно, не начнется, но постоянно вы будете запинаться, заикаться, постоянно стараться подобрать слова. Так вот, чтобы этого не было, перефразирование, мы перефразируем фразу вообще другую, другими словами простыми, которые нам знакомы. То есть, к примеру, вместо того, чтобы сказать какой-то высокотехнологичный процесс обработки каких-то материалов, вы можете сходу сказать, дело в том, что эти материалы, люди их обрабатывают, вы знаете, разными способами, и довольно часто эти способы являются очень сложными, ну, в таком духе. Я сейчас не буду на английском упражняться в этом, потому что разные уровни вы сейчас слушаете, кто-то начинающий, кто-то, но это применимо к любому. В любом случае мы перефразируем. Это великое искусство перефразирования поможет вам красиво говорить на английском и красиво писать на английском. Как его тренировать, как его практиковать? Очень просто. Смотрите, я, допустим, со своими учениками, мы так практикуем. Вы прочитали какой-то новый английский текст. Желательно новый какой-то. Пусть возьмем одну страничку. Вы поподчеркивали там новые слова во фразах, как я обычно говорю, только во фразах. Вы поподчеркивали там 10-15 таких фразок. Поработали с ним. То есть прочитали текст несколько раз. Об этом есть у меня в других видео, есть информация, как это делать и так далее. Поищите, найдете. Вы обработали их, то есть вы их приняли, усвоили эти слова ваши. Пока они в пассивном словарном запасе, ну, полуактивном некоторые, некоторые просто в пассивном. Теперь вы даете преподавателю или другу, неважно языковому вашему партнеру, этот текст с подчеркнутыми словами. А он вас просит объяснить, что означает это слово или выражение вашими простыми словами. Ну, например, возьмем какую-то фразу, вот недавно мы читали текст о летучих мышах. Мышах? О летучих мышах, да? И так, там была, например, фраза «sonar devices», то есть сонарное устройство. Вполне возможно, что у вас в этой фразе будут два нового слова «sonar» и «devices». Вы его подчеркнули, обработали, дали учителю этот текст, и он вас спрашивает, «Please, допустим, Maria, explain to me what this phrase sonar devices mean. Mean, I'm sorry. Yeah. А вы говорите, «I think that sonar devices…» «So this is such a thing made by human, or it works with the help of the sound». Ну, в таком духе. Я условно говорю, сейчас не задумываюсь сильно там о грамматике, о красоте и так далее. Смотрите, вот вы отрабатываете искусство перефразирования. В таком случае, во-первых, вы очень-очень-очень хорошо отработаете, запомните вот эту новую фразу. Во-вторых, если вы постоянно будете делать такое упражнение месяцами, то на любых тестах вам, когда будут попадаться в вашем говорении подобные ситуации, когда что-то будет задевать техническое, что-то в психологии и так далее, вы легко сможете вместо сложного термина, который вы можете забыть, и часть из них вы забудете однозначно, потому что вы будете волноваться, а когда мы волнуемся, то мы, бывает, в родном языке забываем половину слов. Вы будете волноваться, но вы сходу же подставите туда ту простую фразу, которую вы как бы уже оттренировали, или, по крайней мере, оттренировали сам принцип. Это первое упражнение. Второе упражнение тоже очень мощное, оно может быть немножечко такое монотонное и, как сложное, томительное, но очень мощное. Вы берете этот текст с подчеркнутыми этими словами, выражениями, и читаете его, заменяя подчеркнутые фразы сходу быстро с улыбкой своими описаниями. То есть, чтобы не так красиво вливались грамматически в предложения, чтобы никто не почувствовал, что вы там что-то меняете. Эти два упражнения, когда вы даете текст, и вас спрашивают explain me, or describe, or provide a synonym, там дать синоним и так далее, и вы даете эти синонимы, или можно ведь дать синоним одним словом. Если не получается одним словом, можно дать синоним фразой. Если уж не получается не так, не так, так бывает довольно часто, тогда описание какое-то длинное, да, какое-то понимаете, если не получается даже описание, такое тоже часто бывает, потому что слово такое какое-то заковыристое, тогда вы можете дать пример, пример предложения с этим словом, которое по вашему мнению может оно употребляться. В любом случае, 11 из 4 приемов вы сможете это сделать. Итак, это первое. И второе упражнение. Читаем текст сходу, заменяя, перефразируя вот эти подчеркнутые фразы вашими объяснениями. Эти два мощнейших упражнения, я еще раз повторяю, они могут показаться вам немножко такими монотонными и утомительными, но если вы будете заниматься ими регулярно, они повысят ваш английский очень-очень сильно проверено на практике. Я сам, конечно, сторонник живого английского обсуждения, но иногда такие немножечко нудноватые упражнения тоже нужно поделать. Говорить здесь об усилиях, как вы знаете, мой девиз как в английский без усилий. Усилие состоит просто в том, что вы заставляете себя делать это. Но сильно напрягаться вам не нужно. Вы ничего не запоминаете, не зубрите и так далее. Да, ваш разум, мозг работает на полную катушку. Когда мы занимаемся этим перефразированием, из-за этого очень любые упражнения, мозг работает как процессор, оперативная память как бы загружена, он сравнивает, что-то распределяет, заменяет. Это классно. Это вы развиваете не только свой английский, еще и свой интеллект. Итак, подводя краткие итоги этому видео, друзья, я ему посвящу, кстати, не одно видео, потому что тема перефразирования, она очень-очень обширна, очень-очень полезна, не только, кстати, для английского. Для русского, украинского, любого языка, вы хотите, если развивать свою речь, то без перефразирования вам не обойтись, потому что это перефраза. Вы сходу, представьте, как вы тренируете свою речь, вы сходу чувствуете приближение к сложному моменту, вы сразу выстраиваете себе, мозг выстраивает несколько приемлемых для вас вариантов обхода этого момента, быстро выбирает один из них и идет по этому обходному пути. Это классно. Это вы свою речь шлифуете, вы делаете более гибкой. То есть, чтобы вас невозможно было загнать в тупик. Вот представьте себе такую дуэль. Экзаменатор спрашивает там, так, опиши, пожалуйста, яхту, да, мы упоминали. Казалось бы, все, человеку нужно все сложить вещи, сказать, все, до свидания, тест давать не буду, я не знаю технологии этих яхт, нет ничего подобного. Мы вместо там слова палуба говорим, да, плоская поверхность или плоское место, где люди там отдыхают. Он говорит, да, хорошо, опишите, пожалуйста, если они отдыхают, то они сидят на таких устройствах. То есть, он ждет от вас, чтобы вы сказали какие-то там шезлонги и так далее. Вы говорите, эти устройства, я в принципе точно не помню их название, однако я точно знаю, что они употребляются там не только на яхтах, а еще где-то, и они обычно деланы такие вогнутые. Смотрите, не можете вогнутые, я условно говорю. Я тут не могу сказать там вогнутые, выгнутые и так далее. Вы говорите, они обычно имеют формы, формы там буквы си, в таком духе, или они не совсем прямые, они располагаются горизонтально, или не совсем горизонтально. Они имеют 4 ножки Или они имеют 3 ножки И вы опять-таки говорите А он вас пытается все загнать Чтобы в какой-то такой момент Где вы раз и запнулись и сделали паузу Вы хотите сказать и не можете подобрать слово Так вот искусство перефразирования Эти упражнения доведут вас в языке до такой степени Что вас невозможно будет загнать в этот пик А это то, что вам и нужно Что на тестах Что в полупьяной Я так шучу, конечно, беседе в баре С англоязычным партнером и так далее Чтобы с вами было им приятно общаться Вы будете как свой, потому что вы как они Трещите, болтаете много Ну и что, что вы не употребляете Каких-то терминов, зато вам рот не закроешь Вас невозможно остановить Вот это тот английский, которого от вас ждут Супер-пупер разумные термины Можно читать какую-то книжку По одной сфере, в одной отрасли И вы будете сыпать этими терминами Но в других сферах вы будете абсолютно беззащитны Пусть даже в английском будете 10 лет и 20 учить Но невозможно нам все эти сферы Когда быть в них специалистами В этих терминах Зачем оно надо? А искусство перефразирования Поможет вам общаться легко с уткой На любые темы Любые Потому что вы сходу заменяете Любые термины своими легкими словами С вами был Дмитрий Карапенко Друзья, желаю вам красивого английского Пробуйте отрабатывать это перефразирование регулярно И вы увидите, как разовьется ваш английский Особенно разговорный, особенно устный И письменный тоже До встречи в новом видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому